Смотрите, сейчас восьмой час. Это вот я вчера пересаживала цветы, в данном случае примулы. Вот видите, тем не менее, даже пытаются еще свести. 22. Вот так вот у меня теперь выглядит. Сделала ее более нейтральной и слабо щелочной. Вернула к нейтральному ближе. Так, пекинская капуста подрастает. Ну, радует то, что в 6 утра где-то уже встает солнце, и тут же сразу все здесь нагревается. Градус повышается в парнике. Вот так вот выглядит пекинская капуста сейчас на данный момент. Ну, ничего так выглядит. Вполне. Идем дальше. Это рукола. Вот такая вот рукола. Вот такая вот для похудения. Вот вырастет и будем худеть. Вот такая вот рукола растет. Здесь базилик. Вот так вот он выглядит. Это эстрагон. Вот такой вот эстрагон. Ну, и обычный, это там укроп. Самый, что у меня есть, обычный. Тоже он уже вылез. Но больше всех радует редиска. Вот такая вот редиска. Листики растут. Наперстянка. Не знаю, наперстянка это или сорняки уже непонятно. Космея тоже подрастает. Мои бедные дыньки. Как бы они не замерзли. Но все равно парочку-то останется. Не все же они замерзнут. А вот помидорки. Теперь хорошо. Очень видны цветочки на них. Это черный принц. Вот так вот красиво выглядит. Вот. Утром я что сделала? Сейчас горох в опилке посадила. Семечки подсолнуха. Давно мы их не сажали. В связи с тем, что... Раньше сажали. Но птицы их облюбовали. И потом перестали сажать. Но это красиво, конечно. Они красивые. Поэтому решили вот еще раз посадить. Уже спустя много лет. Порадовать себя цветами подсолнуха. Ну и горох замочила в опилках. Вот. Сейчас этим занималась. Вот у меня радость какая. Вот такая у меня радость. Вот. Прелесть моя. Что за сорт? Надо бы посмотреть. Сорт Мурано. Му-ра-но. Сорт Мурано. Ремонтантный сорт. Ну посмотрим. Здесь тоже вот листочки новые. Основную работу сделала. Пойду теперь на улицу. Там уже потеплело, наверное. Решила заняться клубникой. Вот эту всю грядку я буду убирать. Потому что клубника здесь старая, плохая, больная. Надоела она мне. Я выберу более-менее нормальное. Что-то, что осталось. И посажу вот на эту грядочку. Сюда я пленочку брала. Вот такая земля без сорняков. И навозы сюда еще добавлю. Чтоб порохлее почва была с опилками. Зау сейчас просею. И еще привезу потом навозы. Потом хочу опять накрыть пленкой. И посадить уже в пленку клубнику. Попробовать так сделать. Надоела вообще, честно говоря, все это дело. Сорняки, все такое. Либо попробовать без пленки. В пленке тоже ничего хорошего не выходит. Ну все. Я добавила одну тачку навоза с опилками. Немного залыв. Все перемешала. Сорняков у меня тут под пленкой особо и не было. Вот. Что нашли там в земле. Тут ведро собрали. Подумываю, может все-таки накрыть пленкой. Попробовать посадить в пленку. Узнаю. Ой, не знаю. Как лучше, не знаю. Ладно, подумаю. Сейчас посмотрю. Ну вот, решила я все-таки посадить вот под пленку. Посмотрим, что получится. Не любители этого дела. Дождь все будет заливать. Ой, ладно. Посмотрим. Может ничего. Год на год не приходится. Осталось ничего. Я так это не люблю все дело. Господи. Ну что делать? Осталось чуть-чуть. Я себя уговариваю. Что у тебя осталось? Пять растений пересадить. Вот. Вот. Вот пять. Пересадить. Я тут немножечко еще удобрения туда подбрасываю. Чуть-чуть. Нанис. Пересадить. Полить. Я потом фунгицидом каким-нибудь побрызгать. И все. И забудь ты про нее. Вот такие дела. А вот здесь у меня будет. Это где клубника. Все. Там у меня будет горох сидеть. И кукуруза. Кукурузу, наверное, посажу. Вот не знаю, куда мне посадить. Как удобнее. Кукурузу, наверное, туда посажу. Ближе. А горох сюда. Травы нет. Вот. Мы в том году весной положили. Так. Травы нет. То есть здесь, конечно, надо облагородить больше каких-нибудь деревянных штучек. А. Хотела показать. Вот. Смотрите. Это суворовский лук. Ну. Лук-чеснок. Он по запаху чеснок. Сам корнеплод. А по вкусу лук. Так вот. Это вот. Он осеменился. Семена свои. И вот они. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. То есть по всему вот этому участку сам распространился. То есть ему вот тут нравится. Он в тенечке. И солнышка хватает. И тенечек. И вон там я его подсаживала. И таким образом вот этот весь участок у нас будет вот таким вот суворовским луком засеян. Он очень. Он очень. Хороший. Действительно хороший. Такой. Продукт. Мы его не используем. Как-то один раз разрезали. Попробовали. А зря. То есть действительно. корнеплод очень вкусный. Можно будет. Ну а что не использовать. То что у нас его не было в таком количестве. Чтобы его прям есть. А вот если вот этот участок весь будет за полученную. Так сказать. Уже. Продукт. Вызрит. То. В следующем году можно уже собрать урожай. А здесь земля хорошая. И чтобы сорняки не росли. Мы здесь обычно зелень какую-нибудь высаживали. Высеивали. Петрушку. Укроп. Все же лучше чем. Крест салат. Чем сорняки полоть потом. Ну а сейчас вот он. Этот лук. А он видите как густо растет. Красиво. То есть. И красиво. И сорняков не будет. Так что вот такие вот дела. Дел много. Не знаешь за что хвататься. Ну а главное мое дело доделать. Домочить эту клубнику. И я буду счастлива. Потом здесь все перекопаю. Уберу. Все будет отлично. Вон как красиво распустился цветочек. Только тут что-то никто не летает. Никакие шмелики. Был шмель. До этого летал. А еще что-то не летает. Может холодно. Но он еще распускается будет. Вот. Вон. Прям массово. Везде-везде распускаться собираются. Ну тут температура днем такая какая им надо. Двадцать шесть градусов. Сейчас вот четыре часа почти двадцать три градуса. Форчики чуть приоткрыты. Дыньки. Да ничего. По утрам они такие клелые. А в течение дня нормальные стоят. Кукуруза. Все нормально. Потихонечку пробивается все. Ну клубника прям пошла-пошла-пошла. Чтобы сделать автоматический полив я купила. Правда еще для автоматического полива я все купила. Сейчас покажу. Не жук. Вот у меня другой теплицы в парнике. А другой. Но тоже есть и время, и программы. Включение, выключение, установка. То есть у меня есть инструкция. Инструкция для таймера с цифровым дисплеем. Программа. Установка реального времени. Нажмите время, цифры начнут мигать. Программа полива. Нажмите программы. Дисплей покажет. Номер программы. Начальное время. Продолжительность полива. Дни полива. Когда на стороне режима мигает один. Начинайте устанавливать первую программу. Нажмите установить. Для подтверждения переходите к установке времени. Примечание. Продолжительность полива это временный интервал. От 1 минуты до 9 часов. 59 минут. Например, если вам нужно полить 5 минут. Установите время 0,05. После завершения установки времени нажмите «Уст» для подтверждения и начните устанавливать дни. Если вам нужно поливать каждый день, установите «0,1». Если вам нужно поливать каждые два дня в этой программе, установите «0,2» и так далее. Самая длинная установка – поливать один раз каждые 30 дней. Ну, один раз в месяц. Нажмите «Для подтверждения и завершения программы». Когда вы закончили установку программ, перепроверьте. Нажмите «Прок» и потом нажмите «Стрелочки», чтобы проверить каждую программу, которую вы установили. Если вы хотите что-то изменить, зайдите в нужную программу, повторите ей шаги выше. Мы еще хотели на весь огород сделать, но на весь огород нужно еще прокладывать. Для этого у нас вот труба лежит, ПМД-труба. Лето, может быть, и сделаем. Главное пока подключить – это парники, чтобы не поливать все это делом самим. Доделала я тут грядочку с цветами, клумбу. Вот здесь вот. Ну, такой вот заборчик сделала. Все-таки покрасивее смотрится, чем просто так. Ну, пока временно. А потом, когда уже будет у нас на своих местах окончательно, чем другое. Пока и так пойдет. Мне нравится. Такой деревенский стиль. Здесь между примулами семена всяких растений тоже. Бархатцы, не бархатцы, всякое разное. Побросали, может, что-то и взойдет. Нет, так нет. Просто было бы красиво, если между этими не сорняки росли. Между примулами, а какие-нибудь цветочки. Так, что здесь? Здесь, кстати, надо полить. Пересаживала я вот два. Два сегодня пересадила. Это вот мака. Вот сюда посадила вот такие штучки. То, что им нужно условие, то, чтобы они хорошо росли. Вот камешком, пусть растут. Вот такая штучка. Это примула. Она небольшая, красивая, миниатюрная. Тоже вот к месту будет. Ну, в общем, вот это вот у меня так и будет выглядеть. В таком вот оно здесь. Ну, еще я докуплю сюда мульчи в виде коры. И замульчирую. Будет нормально смотреться. Ну, а еще разрастутся они. Примула вырастут. Флоксы вырастут. Мак разрастется. То есть, все будет нормально. Это гортензия должна вырасти. То есть, когда все это вырастет, тут будет красиво. Пока еще вот так жиденько, но ничего. Ну, а с этим еще работать и работать. Много возни. Не знаю, полить мак. Наверное, стоит полить мак. Мне сейчас пойду полью. Полила, обработала фунгицидом, пока она еще не зацвела. Возможно, еще раз обработаю. Ну, пока не цветет, надо обрабатывать, потому что потом нельзя пчелке. Ну, и что тут у нас? Вот так вот круги, которые там внутри. Опилками замульчировала. Ну, вот так вот она выглядит теперь. 14 у меня здесь лунок получилась. Вот такая небольшая грядочка будет. Да, небольшая. Ну, пусть лучше всего понемножку. Но все будет. Ягодки разных понемножку. Смородина, крыжовник, малина, вишня, ежевика. Клубника. И так. Туда, там ягодка. Здесь ягодка. И все будет нормально. Усы возьму. Это у меня были помеченные кусты. Я вот их и выкопала. Те, как кусты, которые мне понравились по вкусу ягоды. Я их выкопала. И с них еще, будем надеяться, буду брать усы в этом году. И будет у меня уже на следующий год две грядки с клубникой. Одна первого годка. Другая уже... Это уже не первый год. Это у меня уже несколько лет сидит. И дочка. Так. Я их перебил.